Приветствуем всех, кто подсоединился к нам сегодня на наш стрим и всех тех, кто присутствует тут у нас вживую на нашем уроке. Сегодня мы будем читать тему из книги слова, 14 слово, послесловие, есть такая тема, 14 слово, у него есть послесловие, это такая небольшая тема, но она имеет очень важную, мы почитаем ее, попытаемся понять. Удар по беспечной голове и некий урок к наставлению. О, погрузившись в беспечность и представляй эту жизнь сладкой, забыв про вечную жизнь, жаждущая сего мира, моя несчастная душа, мой нафс, несчастный нафс. Знаешь ли, чему ты подобен? Ты подобен страусу, который видит охотника, но не может улететь. Прячет свою голову в песок, чтобы охотник не видел его, но его большое тело на поверхность. Охотник видит страуса, однако тот, то есть страус, закрыл свои глаза в песке и не видит. Ну, это тема, как уже было ясно с самого первого приложения, это тема, урок наставления для нафса. И здесь устаз в самом начале дал такое определение нафса, его качество, сефа, да, жаждущий сего мира, нафс. Значит, здесь обращается к качеству нафса, который жаждует этот мир. А значит, делает что? Забывает про вечную жизнь, про вечный мир. И это и есть что? Беспечностью. Как мы уже на многих дарстах говорили, то, что понятие беспечность, гафлят и хузур, они противоположные понятия, да. И самая важная особенность беспечности, гафлята, вот она описывается тут. Представляет эту жизнь сладкой, забывает про вечную жизнь и жаждет этого мира. Когда человек забывает про ахарят, про вечную жизнь и жаждет только этого мира, вот это вот и есть самое главное слово беспечности, то есть того понятия, которое мы называем гафлятом. Как уже на многих дарстах мы говорили, то, что когда мы читаем Риса Али Нур, надо обращать внимание на термины. В каждой теме есть основные несколько терминов, и вся эта тема крутится вокруг этих терминов. Если мы хорошо владеем этими терминами, понятиями, мы их понимаем, то мы много чего будем понимать из этого урока. Во-первых, здесь вот важный термин, важное понятие в этой теме, это гафлят, да, беспечность. Потому что говорит о, погрузившись в беспечность. И представляет эту жизнь сладкой, забыв про вечную жизнь, жаждущий сего мира мой несчастный нафс. Здесь передает смысл вот этого вот понятия, термина, беспечность. Это забывать про ахарат и думать, жаждуть только этот мир. Это вот главное качество беспечности и главное свойство нафса человеческого. И, значит, самое важное это разбить в этом нафсе, изменить это. И поэтому здесь устатка приводит этот пример. «Знаешь ли, чему ты подобен? Ты подобен страусу, который видит охотника, но не может улететь. Прячет свою голову в песок, чтобы охотник не видел его. Но его побольшое тело, большое тело страуса, оно на поверхности голову спряталось в песок. Ему темно, он думает, что его охотник, ну, тело-то на поверхности. Охотник видит страуса, однако страус закрыл свои глаза в песке и не видит. Ему хорошо. Вот это вот и есть гофлят, беспечность. На самом деле охотник видит, он его хоп, наоборот, еще легче схватит, да? А ему хорошо, он же сам не видит. Это и есть понятие беспечности. О мой нафс, обрати внимание на это уподобление. Осознай, как всецелое обращение к этому миру обращает святое наслаждение в горкое страдание. Обрати внимание на это уподобление. Сейчас будет приводиться пример, благодаря которому мы можем понять, как всецелое обращение к этому миру обращает святое наслаждение в горкое страдание. То есть, когда человек полностью всеми своими чувствами, органами, всей своей жизнью обращается к этому миру. То есть, только этот мир, только этот дуния. И вот эта вот вещь, она превращает наслаждение в горкое страдание. Ну, для чего человек обращается к этому миру? Что он хочет от этого мира? Он хочет наслаждаться в удовольствии, да? Все хотят этого, поэтому хотят этого, дуния. У этого дуния есть единственная вещь, это удовольствие. Если бы не было удовольствия, никто бы дуния не хотел. Хотят удовольствия. А здесь наоборот. Когда ты обращаешься к этому дуния, всецело, удовольствие превращается в горкое страдание. Наоборот. И тут вот будет проводиться один пример, который хорошо очень это объясняет. Например, в этом селении, то есть Барла, есть два человека. 99 из 100 друзей одного из них переселились в Стамбул и прекрасно там живут. Лишь один остался здесь, но тоже скоро переедет туда. Куда? В Стамбул. То есть есть село, в селе есть два человека, берем, да? Например, у одного, 99% его друзей и родственников, все уехали жить в Стамбул, живут там. Остался лишь один только тут. И он тоже поедет в Стамбул. А потому этот человек страстно желает уехать в Стамбул. Думает о нем, о Стамбуле. Желает встретиться там со своими друзьями и жить вместе с ними. Когда ему скажут, переселяйся туда, в Стамбул, он с радостью переселится туда. А второй же человек, 99 из 100 его друзей ушли отсюда. Некоторая часть их погибла, а другая пропала. Он предполагает, что они пропали навсегда. Этот несчастный хочет найти утешение, привязавшись вместо всех них лишь к одному какому-нибудь человеку. С помощью этого он хочет забыть про горькую боль, разлук. Второй человек, то есть первый человек, 99% друзей уехали в Стамбу, хорошо живут. Один остался, и он тоже поедет туда. И он хочет поехать в Стамбул, с ними вместе встретиться, жить. Ну, потому что самое главное в этом мире у человека, это жить с друзьями, с родственниками вместе. Один человек не может быть. И если ему скажут, давай, едьте в Стамбул, он с радостью поедет. А второй человек, 99 из 100 его друзей, знакомых, близких, они ушли неизвестно куда. Некоторая часть из них погибла вообще, умерла. Другая пропала без вести, неизвестно где они. Он думает, что они пропали навсегда, просто исчезли. Он не знает, где они находятся. И представляете, на самом деле он остался в этом мире один. И этот человек хочет найти утешение. С кем? С этим вот одним другом, который остался. 99 же ушли, он не знает, где они. Для него они пропали, все, он их списал. Только остался один, и он с ним и утешение находит. Он приезжался к нему и хочет забыть про горкую боль, разлук. Потому что для человека самая горькая боль в этом мире – это разлука. Ферак, расставание. Опять-таки, видите, здесь вот термин, еще одно понятие – это разлука. Ферак, разлука, расставание. Он тоже очень много проходит. И разлука, расставание, вот эта вот, которая дает боль, она как раз-таки человека может разорвать обеспеченность. Вафлет, на самом деле. Очень важный термин. И что делать этому человеку? Только один человек у него есть. Он находится в утешении с ним. Тут, получается, в чем самая главная разница между вторым и первым человеком? То, что первый знает, куда уехали его друзья. Он знает, что они есть, и они там. И у него есть возможность поехать к ним. А второй не знает. Их нет. Они ушли, исчезли. И пропали. У него возможностей нету с ним. Для него это вечная разлука. И это вечная, на самом деле, боль. Он никогда не забудет это. Неизлечимая боль. Главная разница в этом. На самом деле, этот пример про нас. Все мы в этом примере находимся. О нас. Вначале, любимица Аллаха, наш пророк Мухаммад, саламу и салам. А потом, все твои близкие и друзья ушли по ту сторону могилы. В иной мир. Оставшиеся здесь, пару из них, также направятся туда. Не отворачивайся, пугаясь смерти, боясь могилы. Смело смотри и послушай, что она требует. Смейся в лицо смерти. Посмотри, чего она желает. Но берегись. Не походи, став беспечным на второго человека. Итак, как в этом примере. У всех у нас есть друзья, близкие. То есть, главная суть человека в этом мире заключается в его связях с другими людьми. И большинство из них ушли туда. Особенно это замечаешь, когда возраст увеличивается. В молодости еще особо этого не замечаешь. А потом, когда возраст увеличивается, смотришь, что все меньше и меньше остается у людей. Как-то недавно спросил я у кого-то, почему так много людей стало умирать вокруг. Он говорит, нет, это не так. Это просто ты начал стареть. Поэтому у тебя больше людей стало уходить на самом деле. Да, в моем окружении. Ты сам и смотришь, начинаешь считать, тот ушел, тот ушел, тот ушел, тот ушел. И действительно, как в этом примере. Чего смотреть, а кто тут остался, да? И дальше с возрастом все. Больше и больше они уходят. Он уходит. То есть каждый год переселяются туда. С каждым годом все становится больше. Каждый год какие-то близкие, знакомые туда уходят. Туда уходят. Туда уходят. Раньше в молодости такого не замечал как-то, да? Потому что все были молодые, твои близкие, знакомые. Сейчас они тоже постарели. И по очереди уходят туда. И большинство, а со старостью почти 99% близких и друзей, ушли туда. Здесь остались пару человек. И они тоже пойдут туда. Наш пророк там, сураллаху асаляму, усталость там и так далее. Поэтому что? Смерти бояться не надо. Наоборот, надо посмотреть, что она от нас требует живой. Почему? Потому что мы тоже пойдем туда. И когда мы туда пойдем, мы там с ними встретимся. Так вот, мы говорили в этом примере о разнице между первым человеком и вторым человеком. Первый человек считал, что знал, куда ушли его друзья. А второй человек не знал. Для него они исчезли. Так вот, здесь тоже. Для му'мина, для верующего человека с иманом. Иман дает нам понятие, дает нам информацию, дает нам знание о том, куда ушли эти люди, наши близкие, друзья, знакомые. Все, кто жили у нас люди, куда они ушли. Мы знаем, как знаем, сто процентов, потому что Всевышний Аллах создать, и тот, кто все создал, и тот, кто туда отправляет. Он нам об этом сказал, у этого есть довода, доказательства и так далее. Это иман. Мы знаем, куда они ушли. А второй человек, у которого нет имана, он не знает, куда они ушли. Для него это исчезли. Вы можете представить, какая разница будет в состоянии этих людей, да, ведь? Первый знает, куда они ушли. Он спокоен. И он тоже пойдет туда, с ними увидится. У него есть, наоборот, внутри такое желание увидеться с ними. Как называется по-русски? Эзлянь, да? Такое стремление увидеться с ними. А второй, у него этого не может быть. У него внутри есть горькая, страшная боль, то, что он больше никогда их не увидит. Ноль. Это, на самом деле, очень страшная вещь. Ты представляешь, насколько страшная эта вещь? То, что все. Ты больше никогда не увидишь свою мать, своего отца, бабушку, дедушку, друга, знакомого, близкого, дядю, больше никогда не увидишь. Это такая боль, с которой нормальный, разумный человек не должен спокойно жить в этой жизни. Он просто не может, по логике, не сможет наслаждение получать, да, ведь? И что он делает в таком случае? Как вот в начале, поэтому был пример про страус. Он голову в песок гафлята сует. Что говорят люди, когда про смерть начинаешь говорить? Они говорят, о, не говори, не говори. И есть такие люди, которые намазом читают у нас на Аль-Адуния? Они же не любят про смерть слышать вообще. Европейские страны там вообще, как вы, да, например, здесь вот, в Стамбуле, джаназа, возят же автомобили, машины, они сразу их видно, зеленый джаназа. Джаназа человек умер, сразу с мечети оповещают джаназа намаз. То есть, ты сойдешь на Аль-Адуния, то есть, нормальное отношение. У вас всех османских мечетах эти, кабель-ляр, там, могила, да, то есть, к смерти нормальное отношение, потому что это не исчезновение. Все знают суть этого. А в этих западных странах, там же все это скрывается, там же это, чтобы не было видно, чтобы меньше про это говорить и так далее, да. Начинаешь говорить, я помню, вот, даже родственники, знакомые, которые там читают на Аль-Адунии, они говорят, о, не говори, не говори про смерть, не хотят про это слышать. То есть, голову в песок сует, как будто этого не будет. Потом, дальше, надо включить разум, потому что разум же постоянно напоминает, стучит по голове. Пьют что? Алкоголь. То, что люди пьют алкоголь, единственная причина в этом скучать, отключить разум, чтобы об этом не думать. Особенно люди пьют алкоголь еще больше пожилые, например, да, ссеваются совсем. Ну, он прожил всю жизнь, все у него ушли туда, он считает то, что он тут все, ноль, да, пьют. Гафлят вот это вот, поэтому, как страус голову в песок сует, чтобы об этом не думать, не слышать. Это второй тип людей, у которых нету имана насчет ахарят, нету убежденности в этом. Для них это страшный брак. Все ушли, все исчезло, и надо голову сунуть в песок, в забвение, в беспечность. И только тогда они считают, что смогут получить наслаждение в этом мире. О мой нафс, не говори, время изменилось, век стал другим, все погрузились в этот мир, ставят превыше всего эту жизнь, опьянены заботой о ней. Итак, следующий, в СВС, да, ну, все же так живут. Время изменилось, говорят, да, все занимаются этим миром, никто про это, то, что ты пишешь, про это никто не думает. Все опьянены заботой этой жизни, на самом деле хороший термин еще один, да, опьянены заботой об этой жизни, опьянены. Еще одно понятие гафлята, да, люди как опьянены они этим. Дело в том, что смерть не изменяется, разлука, обращаясь к бессмертию, не становится иной. Человеческая беспомощность и бедность не меняются, а умножаются. Движение человека по пути жизни к могиле не останавливается, развивает скорость. Очень красивые слова, да, то есть пару слов, которые полностью разрушают этот миф, этот, да. Люди с такой уверенностью говорят, да сейчас время другое, мы живем в цивилизованном, развитом мире, никому не нужны эти ваши религиозные там вещи, да, там, все занимаются, строят дома, там, Дунья, там, путешествуют, на какой-то тебе там, ахренеть. Ну, смерть-то не изменилась. Смерть, она, как была 1400 лет назад, когда пришел Куран, так же и сегодня она есть, и завтра будет, и позавтра будет. Смерть никто не отменял. Разлука, расставание, феррак тоже никто не отменял. Ты расстаешься. Человеческая слабость и беспомощность. Аджс и зав. Тоже вот эти важные понятия. Аджс и бессилие, беспомощность и бедность. Тоже не меняются. Наоборот, только люди лишь умножаются. Понимаете? И движение человека по пути жизни к могиле не останавливается, развивает скорость. Нам кажется, что мы сидим, никуда не идем, но секунды, минуты и часы, они пролетают. Только так. Мы в этом временном, в этом движемся вперед. Особенно сейчас с Ахрзаманом настолько время ускорилось, ты не успеваешь опомниться, как проходит от джума намаза до следующего джума намаза. Хоп, джума, 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 джума. Сейчас уже даже не джума, а рамазан, рамазан, да? Вроде только вчера был рамазан, смотришь, как прошел год вообще, просто не понимаешь, ноль. Поэтому вот это вот понятие, то, что время сейчас другое, век стал другим, все занимались этим миром, это тоже не играет никакой роли. А суть-то человеческая, не изменилось. И еще не говори, я такой же, как все. Потому что всякий человек будет с тобой в дружеских отношениях лишь до могилы. А такое утешение, как быть в беде вместе со всеми на той стороне после смерти, будет совершенно безосновательно. Опять-таки еще один, вы с вас, да? Или, как сказать, уловка, самообман. Все живут так, я со всеми вместе. Почему? Потому что все эти люди, которые в этом мире, они с тобой лишь шокут только до могилы. В могилу ты уходишь один. Они тебя закапывают и уходят, оставляют тебя там одного. А многие из этих людей даже и закопать тебя не придут. Они только узнают, что ты умер, потом. А, жил-то был, умер. Ну, не повезло человеку, так говорят. Не повезло ему, он умер. Как будто ему повезет, и он не умрет. Не повезло, он умер, говорит. Потому что есть хадис нашего пророкса, что с человеком три вещи идут по жизненному пути. Две остаются тут, и только лишь одна продолжает путь с ними. Две, которые остаются тут, это имущество и друзья. Родственники, близкие. Это две вещи остаются тут. А одна вещь продолжает путь с ним, это его амель. То есть то, что он делал, его деяния, они записаны, сохранены. Человеческая память этому довод. Они продолжают с ним. Поэтому не говори, я такой же, как все. Потому что все эти люди будут с тобой лишь до могилы. А такое утешение, как быть вместе со всеми на той стороне могилы после смерти совершенно безосновательно. Там каждый человек отвечает за себя. И никто ему не поможет. Друзья, чтобы иметь доступ к книгам Риса Лейнур, аудио, видео и актуальному интересному контенту, переходите по ссылкам в описании или по QR-коду на вашем экране. Вносите свой вклад в распространение ислама и укрепление имана. А также оставь мысль о том, что ты предоставлен самому себе. Еще одного спроса. Все эти, то, что мы сейчас перечисляем, это все. Навса, человеческого навса. Эти, да. Самообманы. Да. То, что засунуть голову в песок, не думать об этом. Потом время изменилось. То есть, да, потом я живу, как все люди живут. Это все самообман навса. Следующий самообман, то, что мы являемся хозяевами самому себе. То есть, вот, я хозяин своей жизни. Это, на самом деле, если для разумного человека, вот сейчас мы говорим, да, все люди послушают, все же мне скажут, но это чушь, да. Ну, на самом деле, поголовно все так живут. Все так думают. Я хозяин своей жизни, да. Этому учат коучи, психологи, там, ну, ты хозяин своей жизни. А также оставь мысль о том, что ты являешься хозяином самому себе. Ибо если все вокруг в этой гостинице мира ты окинешь мудрым взглядом, то не найдешь ничего беспорядочного и бесцельного. Могут ли оставить тебя бесцелье и порядка? И эти, наподобие землетрясения, явления, происходящие в природе, не являются игрой с случайностью. То есть, опять-таки, да, как всегда, Кур'ан нас направляет, наш взгляд, в Куране есть очень много аятов. Например, «Посмотри на творение Аллаха в этом мире», да, или говорит, «Фарджи Альбасара, хальтарамин футур». Как раз-таки вот то, что тут говорится, это как раз-таки смысл этого аята, да. Отправь свой взгляд в этот мир и посмотри, увидишь ли ты что-либо бесполезного, бесцельного, беспорядочного, лишнего в этом мире. Есть такое? Нет. Куда бы мы ни ткнули глазом, все в этом мире имеет свою цель, свой порядок, свое предназначение. И все управляется как единый организм в этом мире. Науки этому свидетельствуют. А человек – это самое важное звено этого мира. Как же человек может остаться сам по себе, без цели и порядка? Да, конечно же, нет. Конечно же, у человеческой жизни тоже есть цель, тоже он создан для каких-то смыслов, сам по себе просто так. Как хочу, так живу, такого быть не может. Потому что ни одно творение в этом мире, как хочу, так живу, не живет. Все выполняют свою миссию. От маленького насекомого до огромных звезд. Каждое творение выполняет свою миссию. Даже такие явления, как землетрясение, происходящее в природе, не являются игрой случайности. Несмотря на то, что ты видишь одетые на земную поверхность, расположенные одни над другими и внутри друг друга, очень аккуратные и разукрашенные платья на различных видов растений и животных, которые от начала и до конца украшены смыслом и мудростью. То есть, смотрим мы на земной шар и видим, да, и поверхность земного шара, и все эти растения, деревья, животные, все они одеты в такие аккуратные, как бы, платья такие разукрашенные, да, все с мудростью сделано. А также знаешь, что и земля среди очень высоких целей гармонично вращается, совершая обороты наподобие дохновленного дерева Шамевляви. То есть, земля два вида оборотов совершает. Один вокруг своей оси, другой вокруг Солнца, вместе с другими планетами, да. То есть, что показывает нам, насколько все имеет порядок. И возможно ли после этого считать происходящие в жизни Земли такие смертоносные явления, как землетрясение, которые похожи на порицательное подергивание плечами от духовной тяжести некоторых поступков по беспечности, совершенных с нами Адама, и особенно людьми верующими, и предположить, как опубликовал один безбожник, бессмысленными и стихийными, показав пустыми и напрасными горькие потери потерпевших, бедствия пострадавших, которые привело бы их в горькое отчаяние. При этом совершается и большая ошибка, и великое несправедливость. То есть, смотришь, когда ты на земной шар, и деревья, и растения, и реки, и мрая, все так упорядочено, что земной шар сам он, да, вокруг своей оси крутится, вокруг Солнца крутится, такой порядок есть. И вдруг ты говоришь, что землетрясение это случается, само по себе произошло. Ну, такого не может быть, в логику не укладывается. Если так скажешь, то получается ты сказал то, что, ну, несправедливо обошлись с теми людьми, которые посылали землетрясение. Так получается, что это же такого же не может быть. У землетрясения, значит, если у земного шара есть своя цель, свой порядок, свой замысел, то и у землетрясения. И вот одна из них это что? Это пробудить людей, конечно же. Несомненно, такого рода события являются по повелению одного мудрого и милостивого, увековечением тленного имущества верующих людей, обратив его в значение милости, а также искуплением грехов, исходящих от неблагодарности Всевышнему. Таким образом, настанет такой день, «Когда эта покорная Богу земля, увидя противоречащими Единобожию, неблагодарными, являющимися украшением ее ликотворения человека, найдет их безобразными и по повелению своего Создателя грандиозным землетрясением сотрет их со своего лица, очистит его и по повелению Всевышнего Аллаха отправит многобожников в ад, а благодарным скажет «Добро пожаловать в рай». То есть самое крупное землетрясение – это конец света. Маленькие землетрясения, которые происходят локально, они направлены для людей, которые живут там, чтобы их образумить или наказать как-то и так далее. А когда все человечество на земном шаре полностью собьется с истинного пути в своей совокупности абсолютной, в таком случае придет большой землетрясение для всего земного шара. Это мы называем креметом. Многобожников, которые совершают ширк, то есть которые неблагодарны единому Создателю, отправят в ад, а благодарных верующих, иншаллах, с каждого пожаловать в рай. Субханка ла علмана илла ма аламтана, инна ка ангтар алим у хаким. Ваакхра дауаху ма дауану. Альхамдуллах иллаху аламин. Алфатиха.